Меня зовут Регулус, и я расскажу вам историю об апостоле Андрее, первым, кто последовал за Иисусом. Спустя 300 лет после того, как распяли Иисуса на кресте, явился мне ангел и велел взять мощи Андрея и доставить их на самую окраину Римской империи и поведать там людям, о чем говорил Иисус. Плыл я по бурному морю из Греции, не раз боясь утонуть в морских водах или погибнуть от холода и голода, замерзнув на леденящем ветру. Наконец, после долгих странствий, шторм вынес мой корабль на Отмель, прибив его к берегу у восточного побережья Каледонии, которую теперь называют Шотландией. Едва живой, пошатываясь и спотыкаясь, я выбрался из лодки на берег и, сделав несколько шагов, рухнул на песок. Я был сильно изнурен, но не выпускал из рук катулку с мощами апостола святого Андрея Первозванного, ученика Христова, одного из лучших рыбаков во всей Галилее. Однажды они рыбачили, как обычно. Андрей, завидев Иисуса, идущего к ним по воде, застыл в изумлении. Петр хотел, чтобы брат не отвлекался от работы и слегка одернул его, но тут он и сам увидел Спасителя. Уловив в их сердцах тень сомнения, был ли он действительно тем самым Спасителем, Иисус воздел вверх руки. Иисус пришел к ним и сказал, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Донесите до каждого весть, что только Сын Человеческий может дать людям новую жизнь в мире, радости и благодати. Поэтому прямо здесь, на берегу, при помощи местных жителей, я и воздвиг церковь, чтобы нести слова Иисуса в мир. Я же и поставил эту самую шкатулку с мощами святого Андрея в этом храме. Мне кажется, что истории о жизни Андрея и времени, проведенном им с Иисусом, способны убедить и поддержать людей. Так будем же надеяться, что все мои усилия на трудном и долгом пути из Греции не были напрасными. Продолжение следует...